Ребята, всем привет! В Уральске в районе Самал-3 второй год тянется земельный конфликт между близлежащими жителями и крупной компанией ТОПСП Серик. ТОПСП Серик на берегу реки Чигана-Токимата города получил незаконно земельные участки якобы для разведения карповых и осетровых пород рыб. Но, как оказалось, на деле получилось другое. Жителям такое соседство не понравилось, так как, по их словам, с ними никто не посоветовался, не были проведены общественные слушания. И вот по этому поводу жители обращались с жалобами в органы власти и суды. Последние судебные станции, согласно решению от 1922 года, Верховный суд, все постановления, по которым в фильме ТОПСП Серик, были выделены, земельные участки в районе Самал-3 признаны незаконными. Теперь участки должны вернуться к государству. Также вот на другом берегу Тигана выступили жители села Октябрьское. Они на сходе пожаловались, что на их стороне реки установили садки для разведения рыб, и что это будет загрязнять реку. И рядом находящийся поселковый единственный пляж. Я сколько здесь живу, и действительно, что то, что нам принадлежит сегодня, жителям этого поселка, почему мы лишиться должны этого завтра? Меня это удивляет. Скажите, пожалуйста, а вот насчет рыбы, вы вообще согласны, что мы здесь... Тем более, это нарушение, мне кажется, всех законодателей. Я считаю, что это нарушение, нарушение даже наших прав. Мы здесь живем всю жизнь, здесь многие родились уже, многие выросли. Это же такая зона замечательная. Зачем вот эту рыбу нам, зачем она нужна? Уже и так река мелеет. Куда еще нам? Куда еще вот этот мусор? Он нам вообще никак не нужен. Вы же видели, что он сделал? Ну, если хочет человек память оставить, пусть он что-то хорошее для села сделает. Зачем нам его рыба нужна? Нам вообще никак она не нужна, эта рыба. Нам... Здесь люди же отдыхают, самые городские сюда приходят. Здесь вот единственное место для купания, единственное место. Озеро уже все мелкое стало, там, на Деркуле тоже мельчает, здесь река мельчает. Куда еще рыбу разводить? Но есть же места, где можно, в других местах. Зачем обязательно сюда? Здесь же мы как... Да не только мы, городские отдыхают. Это общая зона. Почему человек хочет ее прихоматизировать? Вот я этого не понимаю. Зачем ему это надо? Неужели это уже последняя надежда его? Прямо не могу даже ничего сказать по поводу рыбы. По поводу рыбы, по-казахскому буду говорить. Мы вообще балкты койганы, каламаемыз, калкты болып, бэрны, аузынан айтам. Балдарымыз вар, кышкандай, уысып кятырган, ертен ауру вулат балдар деген. Бэрны деген заразитетет. Сознан, гуизмез ауру вуламыз. Ишкандай, нестимесын, ауккетцын, лапшимынан. Біздер бэрны шагамызда, бэрны шутпыстаемыз, если керек бападове. Эта разговора не надо так. Забрал часть берега реки Чиган, а затем, в общем-то, посчитал, что этого ему недостаточно и решил получить в аренду от государства, в общем-то, еще практически два гектара земли. Значит, два гектара земли. Каким образом он это сделал? Он выступил на региональном совете нашей области, значит, где презентовал проект, в котором он говорил о том, что он, значит, просит предоставить ему землю, значит, вот в этом районе, в районе Самал, для того, чтобы он смог выращивать осетров, осетровые породы. В Чигане осетров, ну, это смешно, конечно, но ему это не показалось. Значит, он рассказывал о том, как он завалит валютной выручкой весь наш Казахстан. Уральск вообще рыбу будет есть, прям вот практически бесплатно. Значит, что-то у него пошло не так, поэтому, походу, осетры превратились в карпов. Он сказал, что он будет выращивать карповые породы, и, в общем-то, карп у нас будет есть, в общем-то, весь наш Уральск и даже, в общем-то, область. Он обратился в СПК Акжаик, и СПК Акжаик в данном случае попросила землю государства. На момент просьбы получения земли государства карпы тоже пропали каким-то образом, и земля была предоставлена с целевым назначением для берега укрепительных работ. Почему именно здесь он решил укреплять берег, он не обосновал ничем. Для берега укрепительных работ, значит, строительство пирса и пляжа, организация пляжа. Ему выдают эту землю, но затем, значит, получается, что фактически он выстроил социал-парк, коммерческий абсолютно объект, захватил всю береговую линию с той стороны. Сегодня 29 ноября 2021 года. Это социал-парк. Ведутся строительно-монтажные работы на берегу реки, в природоохранной зоне. Засыпали практически третья часть реки, больше, чем треть. Вот этой насыпи всей не было. Вот там, где стоит экскаватор, где сейчас эти люди, это там была река. Сузили реку практически наполовину. Такого беспредела мы еще не видели. Значит, за проход реки Чиган, это, в общем-то, доступная информация, она была в интернете, там, по-моему, 5 тысяч, 2 тысячи за шислонг и так далее и там подобное. Естественно, ни Мичуринская, ни Объединенная, ни тем более граждане, которые находились непосредственно к этому парку, с этим не согласились. И мы обратились в суд с тем, чтобы признать вот эти постановления Акиматов незаконными, потому что считаем, что они нарушают права и обязанности граждан. Также обратились в суд за тем, чтобы он снес забор, и он, поскольку ему водоем не был передан, чтобы он в конечном счете не взымал плату за проход. По поводу взымания платы за проход мы процесс выиграли, по поводу признания постановления Акиматов незаконными, мы процесс проиграли. Не согласились, мы обратились в областной суд, в апелляционную коллегию, тоже проиграли. И затем в Верховный суд. 6 сентября 2022 года Верховный суд встал на сторону людей, и все постановления о предоставлении ему земельных участков были признаны незаконными. Что это означает? Что после того, когда это было признано незаконными, он обязан был освободить, снести все, что он построил, и передать землю государству. Юридически эта земля уже находится в государственной собственности, у него забрали. А фактически он 8 месяцев продолжает использовать земельный участок, извлекая из него доход, фактически, и не собирается сносить. Всем известно, было затоплено 20 фундаментных блоков. 21 фундаментных блок. Они должны были ровненько упасть по периметру, я так понимаю, но они почему-то уплыли на льдинах. Не предусмотрительно уплыли. И я теперь так понимаю, насколько я могу это понять, что это просто составляет теперь угрозу для жизни любого, кто может нырнуть и в конечном итоге просто не вынырнуть. Этот вопрос, мне кажется, нужно, вот здесь милиция, да, вот здесь представители Акимата, нужно это на высшем уровне решать, чтобы эти плиты были обязательно в срочном порядке извлечены из воды. Плиты он устанавливал здесь их на реке, блоки, эти фундаментные блоки, и он устанавливал, и дайте для разведения рыб, чтобы садки установить. Не поиспосили, а его аффилированные индивидуальные предприниматели, которые располагаются. Звенья одной цепи все это. Они плыли, и теперь где они росились, никто не знает. Мы попали на прием к Акиму области, западно-казахстанской области, вот с Румянцевой, и объяснили ситуацию. Мы, честно, были в недоумении, почему 8 месяцев прокуратура, антикоррупционный комитет, значит, все другие органы закрывают глаза на то, что, в общем-то, землей пользуется человек, который не имеет отношения к этой земле. Я так и спросила, у нас что, все равны перед законом, но есть те, кто равнее? Аким области взял это под свой контроль, и после этого начались движения. 2 мая, значит, на ту сторону приезжал зам Акима города Уральска Кульбаев со всеми госорганами. Что выяснилось, значит, при рассмотрении этого вопроса? Ну, во-первых, господин Миргалиев Серик Роланович, узнав о том, что, значит, выезжает рабочая группа, в которую он тоже был приглашен, пригнал туда 4 автобуса заказных, два заказных автобуса и три «Газели», из которых вышли люди, которые не проживают ни в Октябрьском, не проживают ни в Мичурино, ни в это, ну, я не знаю, может, это его работники, может, еще кто-то, я не могу это говорить, которые создавали фон, вы, наверное, уже в интернете везде это видите, создавали фон того, что люди просто вот мечтали об этом социал-парке, а вот сейчас несколько человек в лице, в том числе и юристов, агрессивных юристов, как они пишут, значит, препятствуют этому. Здесь алкашня валялась, хамуши были. Когда мусор был здесь, что тогда Румянцева не убирала здесь возле себя? Салка здесь была. То, в общем-то, происходит уже по эту сторону. Как нам стало известно, значит, Аким области, предыдущий Аким области, Галий Скалиев, зная, что идут многочисленные судебные процессы по ту сторону реки, согласовывает, значит, вот этот вот кусок земли для передачи, значит, не Серику уже, а индивидуальному предпринимателю, я сейчас не могу сказать фамилию, не помню его фамилию, который, юридический адрес которого находится по адресу, место расположения ТО ПСП Серик. То есть, вот, каким-то подозрительным образом они находятся на одной территории. То есть, там, где находится его, подконтрольный ему телеканал ТДК-42. И ему согласовывают здесь разведение рыбы, не спросив вообще, а хотят ли жители Октябрьского, чтобы вот эту рыбу здесь разводили. И хотят ли жители Мичуринского, Объединенного и садоводческого товарищества «Ветеран», чтобы эту рыбу разводили. Более того, вот там, на той стороне, между двумя садовыми домами, значит, Румянцевой и Копняевой, ПСП Серик выкупает земельный участок с целевым назначением для садоводства и огородничества. Выстраивает там, вы видели, 18-метровые здания. Оказывается, у них есть задумка на этой стороне поставить столбы и пустить канатную дорогу, которая будет простираться вот, значит, вот с этого вот дома вот сюда к вам. То есть понятно, что вот эта вот первозданная природа, которая здесь существует, будет подвергнута тому же, чему была подвергнута та сторона. То есть вековые деревья были вырублены, значит, водоем засыпан на 20 метров и так далее и тому подобное. Поэтому, уважаемые жители, мы собрали вас для того, чтобы вы сейчас высказали. Он все время говорит о том, на всех процессах судебных, сейчас по телевидению, он говорит о том, что это проблема надуманная, она выдана исключительно несколькими людьми. Это вот тремя дачниками Копняевой, Нурмагомбетовой и Копняевой. Значит, все остальные вроде мечтают, чтобы вот здесь вот растиралось то, чего мы сейчас, в общем-то, созерцаем. Причем вы понимаете, что это только начало, то есть если он получит землю еще и с этой стороны, то мы увидим такой финальный конец того, чего вы, в общем-то, я даже предположить не могу, его задумку, его фантазию, но потому, что он делает там, я могу только догадываться об этом. Поэтому, пожалуйста, я хочу выслушать ваше мнение, согласны вы, не согласны, и как нам дальше действовать. Вы согласны создать инициативную группу? Согласна. Вы согласны с тем, чтобы мы представляли ваши интересы в судах по поводу признания постановлений и законов? Вы хотите, чтобы вот здесь вот было рыбное хозяйство, рыбное хозяйство? Вы хотите, чтобы у вас там на той стороне вот был шум, пены, вечеринки, гулянки, катались кораблики вдоль берега и все остальное? Нет! Нет! Мы против. Мы против. Против. Жители села против. Вот жители села, жители Октябрь... Трещат! Ну вот и все. Жители Объединенного, вы согласны, не согласны с этим? Где у нас? Нет, не согласны. Я передаю привет в первую очередь ПСП Серик. Уважаемый Серик Роланович, во всех СМИ на протяжении нескольких дней вы заявляете о том, что это проблема трех дачников. Вот посмотрите, это не проблема трех дачников. Это проблема людей, садового товарищества Мичуринское, садового товарищества Объединенного, поселка Октябрьское, которые не хотят, вот просто не хотят, чтобы здесь был социал-парк. И не надо привозить людей на автобусах, которые здесь не проживают, которые никакого отношения к этому микрорайону не имеют, и которые кричат о том, что им жизненно необходим здесь парк. Вот где они живут, вот там у них, и делайте парк, если он им жизненно необходим. Вы говорите о том, что нету аналогов. Нет, есть аналоги. Вот сейчас мы проезжали, и есть здесь эко-деревня. Джекибаев ее сделал. К нему никаких претензий нет, потому что он сделал все по уму, все по закону. Он делает благоустройство определенное. И он ратует за то, чтобы в конечном счете не только извлекать коммерческую прибыль, как вы хотите, а в конечном счете, чтобы и другим было благо. Поэтому не надо говорить о том сейчас, что душит ваш бизнес. Не надо говорить о том, уважаемый Серег Роланович, что виноват Акимат. Это вы виноваты в этой ситуации. Вы виноваты только по той простой причине, что ты истребуя на Совете землю под рыбу, потом вам ее дают под берега укрепления, а затем вы строите парк коммерческий и получаете деньги. Так вот, я понимаю, что посредством телевидения хотите заставить органы власти, чтобы вам эту землю предоставили без тех действий, которые требуются по законодательству. Здесь должно быть обоснование, почему именно здесь вы захотели построить свой социал-парк и разводить рыбу. После этого обязательно должно быть общественные слушатели. Вот я вам создала эти общественные слушатели. Вы слышите, что люди не хотят. Вот это и есть общественные хотели. Они не хотят. То есть, если уж вы ратуете за законодательство и считаете, что Акимат в данном случае виноват, тогда сами соблюдайте закон. Так вот, в данном случае Акимат вам предоставил землю под одно, а вы выстроили под другое. И Верховный суд, Костационная коллегия Верховного суда Западно-Казахстанской области 6 сентября 2022 года сказала, что землю вам предоставили незаконно. Потому что то, что вы сейчас сделаете на этом земле, по меньшей мере, аморально в конечном счете. И вот это вот, в данном случае, говорить о том, что душат ваш бизнес. Вот если бы вы сделали все по закону, как сделал, например, Джек Ибаев в эко-деревне, то сейчас бы ваш бизнес никто не тушил. А так, будьте добры, верните землю государству и идите с миром туда, куда вы хотите. Строите, пожалуйста, социал-парк в степи или на речке, где не живут люди. И разводите рыбу в искусственном водоеме, который вы сделаете сам. Потому что, извините, средств у вас на это хватит. У меня все. Я житель города Уральска. Являюсь председателем западно-казахстанского филиала партии ОСДП. В наш филиал поступило обращение, что сегодня будет состояться сход. И я в курсе всех ваших проблем. Поэтому от своего, лично от себя и от имени моего филиала и партии, которая наконец-то смогла попасть в парламент, я могу тоже посодействовать в помощи. Вот именно помогу помочь вам тоже решить эту проблему. Если для этого нужно будет вступить в инициативную группу, то я согласна вступить и совместно помогать жителям в решении этих проблем. Удачи! Да, у нас всегда здесь ребята играли в футбол. У нас здесь спасется скотина. Гуляют дети у нас здесь всегда, потому что это очень красивое место. А если сейчас у нас заберут эту всю территорию, получать у нас отнимут и пляж, и все. Это единственное место. Здесь уже, можно сказать, вся частная территория везде. Никуда нельзя не выйти, не отдохнуть. И вот это место еще заберут у нас, то тогда вообще не знаю как. Потом детей не выведешь никуда, не отпустишь из дома гулять. Здесь дети гуляют. Ни воздуха, ничего тут не будет. То же самое, что и в городе, что и в Паркирово будет. Мы будем переживать даже за хлебом сходить, а не отпустим ребенка. Сейчас они играют. Получается, если у нас берут эту резину, у нас мы только по дороге будем гулять, что ли? Да, он тут технику привезет. Мы даже еще будем разрешение спрашивать, чтобы до моста дойти. Как вот там дорога у него есть, он всю дорогу разбил. И тут тоже машины поедут, и все. И дороги тут не будет. Вот эту вышину он уберет. Скажет, идите там по главной дороге ходите. Вот увидите, он тут так же, как и там сделает, забор поставит, и все. И у нас там степи все выкупили. С той стороны там все выкупили. Там нету земли. Вот где этот, как его, конный подром. Там все застраивается уже, там план уже. А с этой стороны, получается, мы с двух сторон, наш поселок будет закрытый. Все, зачем это нам надо? Дети растут, мы тут всю жизнь, мы родились тут. Да, это, получается, у нас последний кулачок земли, за который вот мы пришли бороться. Всем поселкам. И тем более здесь люди живут, скотину держат, курей держат, коров держат. Они живут за счет этого. И старики, и дети. Чего мы тогда здесь будем? Вот в огороде, что ли, на две сотки жить, сидеть? А некоторые люди у нас ходят за водой на речку уже. И получается, что они будут употреблять эту воду грязную. Она и так, можно сказать, не такая уж и чистая. А тут еще и разведение рыб. При строительстве Сетсел-парка было сильно сужено русло реки. И сейчас пропускная способность реки сильно затормозилась и уменьшилась. И в связи с этим, то, что засыпали половину русла реки, то, что там понастроили вот эти строения, и сейчас устанавливаются садки, это вот усугубляется опасность в период потопления наших обществ. Наше общество Мичуринское, объединенное. Мы там живем. То есть это дачный массив числится, но на самом деле у нас там прописка, и люди по факту живут. И вот то, что вот эта пропускная способность, вода тормозится, заторы образуются. Сейчас он еще садки установит, это еще больше затора будет. Вот это вот при паводке. Значит, весь мусор будет собираться на садках, может образоваться затор и затопить вот все население нашего Мичуринского. Поэтому, ну, вот это вот все почему-то не продумывается и ставится под угрозу вот имущество нашего населения. А у нас вот в нашем обществе 240 дворов. Разрешение вот на этот аттракцион горка у него нет. Желико-списка не согласовывается. Засовывал на береговое пленение вот этот искусственный водоем, который он сделал, отсек от Чигана. Вот здесь он должен был разводить, да, типа Карповый, да? Да. Осетровый. Ну, ну, это смех, да, разводить в зоне отдыха Карповых. И тот объем, который заявляется, блин, ну, это вообще просто смех. Это так, для спортивного любительского рыбоводства еще как-то можно. Ну, в промышленных масштабах. Это должна быть система аэрации и так далее. Тут этого ничего нет. Вот мы сейчас, где и идем, это фактически была вода. Это было уже русло реки. Это все насыпано. На месте этого здания здесь заводь была, да? Здесь была заводь, да, а вот где уже здание стоит, тут уже русло реки было. Потому что Чиган шел с поворотом как раз-таки, здесь был поворот. Вот где дом Серика. Вот под береги укрепления. То есть вот это сооружение называется береги укрепления. Другую махину построить, а? Это Сташа орет, наверное. Чего орет? Все пропустил. Вы не имеете права нас не пускать. Да, это общественно доступное место. Это городская земля. Городская земля. Территория частная. Нет, это не частная территория. У вас ни одной таблички нет о том, что это частная территория. Поэтому мы имеем право. Так, Сташа, скажите. Ну и скажите, что хочет. Ну вы сами решите с ним этот вопрос. Сам скажите. Вот это строение уже получилось после того, как решение суда о признании незаконного постановления о выдаче земли. То есть человек уже не обладает никакими правами на данную землю, но продолжает строиться. Вот из легких конструкций уже построено. А вот куда? А вы? Здесь работаем. Я-то здесь хожу. Нет, там вы снимаете на съемку здесь. А тут что, частная территория? Ну, наверное, только в районе. Ну, наверное, вот именно что, наверное. Когда покажете документы на частной территории, тогда и будем разговаривать. Вот здесь находятся два садовых участка. Имеется предписание Жайко-каспийской инспекции о сносе и приведении береговой линии в положение. Здесь была большая заводь. Порядка вот 40 метров туда уходила уже. Начинают отсюда. Глубина была здесь заводима 2-2,5 метра на настоящий момент. Именно вот здесь произошло сужение Чигана реки, да? За счет искусственной насыпи, да? Посмотрим, на дом Сериков как раз вот это все захвачено. И при этом говорят, что нет сужения реки. Ну, глупо вообще. Более того, во время судебных заседаний был контрольный обмер, во время, когда ПСП Селик обжаловал предписание в экономическом суде, был контрольный обмер, выполняли специалисты НАО, и они пришли к выводу о том, что имеется захват водного объекта. В связи с тем, что земли гораздо больше, чем было предоставлено, по сравнению Акима. Во время суда был проконтрольный обмер, который четко установил расстояние между заборами, ну, соседними участками. Между местом Мичуринской 213 и Мичуринской 216, с той стороны стоит участок. Менее трех метров расстояние. А там не три метра, да? Да, мы сейчас можем дальше пройти, это будет хорошо заметно. Здесь два с чем-то, а с той стороны полтора метра. И при учетом того, что здание более восьми метров, это уже второй класс опасности, разрыв пожарный должен составлять не менее восьми метров. Завтра, если произойдет пожар, кто за это? Ни одна пожарная машина не подъедет. Ни один пожарник не согласует это строение. Ну да, трех метров нету, да? Да, это визуально даже видно. Но есть документы, подтверждающие факт именно расстояния. При этом нам суд говорит о том, что нет, все нормально, это незначительное нарушение. Вот сегодня оно незначительное, а завтра, когда произойдет ЧПМ, тогда сразу станет вопрос, а кто давал согласование? А никто не давал согласование. Здесь один метр с копеечками, с небольшим, вот там видно. Да, да, вон. В настоящее время стал вопрос о том, что он должен освободить этот земельный участок, но он продолжает на нем строить. Хотя прекрасно знать, что 8 месяцев уже с 6 сентября эта земля принадлежит государству. Что договор аренды этого земельного участка признан недействительным в судебном порядке, но он продолжает строить, продолжает инсценировать различные судебные процессы. В общем-то, для того, чтобы, в общем-то, вынудить власть предоставить ему землю в обход действующего законодательства. 26 апреля 2023 года ТОП «Спаселик» так и продолжает строительные работы на берегу реки. В данном случае это район города, здесь должно быть ПДП района. Если он хочет социал-парк, здесь, как он говорит, берегу, не у берега укреплять уже и не ситрофора разводить. Если он хочет здесь парк отдыха, то это уже не инвестиционный проект однозначно, это коммерческий проект. Соответственно, здесь должен быть разработан ПДП района города Самал, должны быть обоснования, почему именно в этом районе. Должны быть соответствующие экспертизы, должно быть общественное слушание, которое, в общем-то, и все другие действия. И самое главное, что эту землю он может купить только с аукциона. А он ее хочет опять, в общем-то, получить, так сказать, за три копейки для того, чтобы, в общем-то, ничего, по сути, за эту землю не платя, извлекать из этих двух гектаров свою коммерческую прибыль. Заявляя о том, что он то он 2 миллиарда вложил, то еще что-нибудь. На всех судебных заседаниях мы просили предоставить хоть что-то, что он там потратил, но кроме его фантазии мы, в общем-то, ничего не видим. В настоящее время он опять предъявил иск, в котором прям вот он так откровенно пишет о том, что зачем я это все буду сносить, если я все равно построю, все равно тут построю. То есть он абсолютно уверен, что он здесь опять все построит, или ему кто-то обещал это построить, что это все останется. И вот таким способом оказывает давление на судебную систему и таким образом оказывает давление на, в общем-то, Акимат Горно-Уральская. В общем-то, пугая тем, что он предъявит иски о возмещении убытков. Ну хорошо, предъявляй, ты сначала докажи эти убытки и докажи, что ты все построил законно, что все то, что у тебя там стоит, а вы видели, что там стоит, вы что-нибудь там под берегом укрепления видели. Там абсолютный парк, там, извините, аттракционы машинки электрические, не введенные в эксплуатацию, которые он испытывает. Завтра будет пожар, кто будет за это нести ответственность и так далее. Сейчас, в настоящее время, он уже через подставных лиц, через аффилированного ИП получил воду, то есть вода ему не принадлежала. Теперь вот он кусок реки Чиган и теперь запустил туда для отвода глаз каких-то мальков, с чем вызвал недовольство уже другой стороны берега реки Чиган. Это жители села Октябрьское. Вы там тоже сегодня были и видели. И, в общем-то, вы видели, что это не проблема трех дачников, как он и говорит, это проблема жителей, которые здесь постоянно живут и которые не хотят такого соседства в виде социал-парка, не хотят такого соседства в виде рыбы, которую, в общем-то, я не знаю, имеет он опыт выращивания рыбы или нет. Вот этих вот затухших садков тоже не хотят. Вот по берегу укрепления, откуда появилась эта идея, здесь что укреплять? Здесь был природный ландшафт сам по себе, не было потребности укреплять. И последний вопрос это то, что деятельность, если сейчас договора признаны недействительной по аренде, почему продолжается деятельность? Вот что вопрос тоже. Вот 8 месяцев мы пытались, поскольку мы уже выиграли все судебные процессы, которые могли. И мы просили адекватного отношения государственной власти в лице Акимата города Уральска, в лице Акимата области, в лице антикоррупционного комитета нашего, в лице отдела земельных отношений и всех других органов, которые непосредственно должны были продолжить. То есть, вы понимаете, я скажу, что юридически эта земля уже государству принадлежит. То есть, если сейчас взять справку с регистрирующего органа, то эта земля принадлежит государству. Его здесь не должно уже быть? Нет, конечно. Его уже здесь не должно было быть с сентября месяца 2022 года. Причем есть два решения суда, вступившие в законную силу, по которым он должен убрать все и перевести береговую линию в порядок. На что он обратился в суд за предоставлением отсрочки, говоря, что это длительный процесс, мне нужна подготовка. Ему дали до 17 июня возможность подготовиться, а он продолжает строиться. Он проводит здесь водопроводные трубы какие-то пластиковые, он фонтан здесь пустил. Это вот так вот он готовится к тому, чтобы освободить этот земельный участок. То есть, он продолжает строить и продолжает, в общем-то, доказывать о том, что эта земля ему принадлежит. А есть ли обращения со стороны жителей, близлежащих, которые ставили перед Акиматом вопрос о том, что этот берег надо укреплять? Что это наносит какую-то опасность, если не укрепить землю, то есть берег. Был это? Нет. Вот как раз-то мы на всех судебных заседаниях всегда говорили, а вы, Сергей Кроланович, вы нам хоть один документ покажите, с чего вы решили, что именно здесь вы хотите укрепить берег. Почему именно здесь? Мы на протяжении всех судебных процессов спрашивали, вы нам покажите, пожалуйста, вы нам покажите, на каком основании вообще, с чего вы решили. И потом, какой опыт у вас берега укрепления есть? Ну, это же ведь, берега укрепления, это какие-то гидротехнические какие-то действия должны быть проводиться. Ну, я не специалист, но это же не просто. Вот пришел, Сергей Кроланович натаскал здесь, извините, несколько камазов земли, изменил береговую линию, это же не берега укрепления. Вот в этом году воды было больше и под угрозой затопления был Мичуринской, потому что он вырубал все деревья, и он наказан за то, что он вырубал все деревья. Имеется постановление административного суда о наказании его. То есть, вы понимаете, его наказывают, он выплачивает там 400 тысяч, 300 тысяч, 200 тысяч. Какое количество деревьев можно говорить? Ой, вы знаете, ну это трудно, в общем-то, трудно сейчас подсчитать, но вы понимаете, что вся береговая линия была, в общем-то, густым лесом. Сейчас говорят, что тут были камыши, грязь, да, были камыши, да, были деревья, здесь, извините, лебеди плавали, здесь утки плавали. Более того, я хочу сказать о том, что я вот всегда говорил, говорю и буду продолжать говорить, что у нас сейчас идет проблема реки Урал, огромная проблема реки Урал, потому что он мелеет. Создаются вневедомственные комиссии, создаются межрегиональные, межгосударственные комиссии. Но у нас река Чиган – это средний приток, то есть это водохранилище, это не река, это водохранилище, оно считается. Средний приток, единственный средний приток, который питает реку Урал. А сам река Чиган питается за счет талых вод, за счет, будем говорить, подземных всевозможных родников и всего такого. Уйдя, так сказать, уменьшив береговую линию на 20 метров, а где-то и на 60 метров, он фактически засыпал все эти родники. Кто за это будет отвечать? И когда сейчас все-таки мы побывали на приеме у Акима Западно-Казахстанской области, когда он понял всю эту проблему и взял ее под свой контроль для того, чтобы были приняты действительно меры по исполнению решения суда, по приведению береговой линии в порядок, вот началась вот эта реакция, которую мы сейчас видим. Оказывается, Акимат виноват. Нет, это не Акимат виноват, это ТОПСП Серик виноват. И имеется два частных постановления судов, которые говорили в рамках этого дела, что виноват при вот этой ситуации даже не Акимат и не отдел земельных отношений, а тот, кто создавал землеустроительный проект. Он в суде даже говорил, я не выходил, говорит, вообще на место, я в кабинете составил его. За что и был Латыпов, он за что и был, в общем-то, в адрес него было вынесено частное постановление. А дело он это со слов ПСП Серик, именно ПСП Серик оплачивал землеустроительный проект. Значит, ну кто платит, тот и заказывает музыку. Вот говорили про документ какой-то судебный появился, который связи выявляет интересной между ПСП Серик и госорганом. Да, да, Скар. Это вообще, это просто, вот это просто, вот предел. Я, честно, имея огромный стаж юридической работы, я вот такого в своей жизни не видела. ПСП Серик для того, чтобы вот сейчас у нас состоялся судебный процесс, который вынесли, опять суды у нас действуют по принципу, ну жалко же, вот человек вложился. Ну, как-то вот так вынес какое-то половинчатое решение. Ну, я не могу его комментировать, мы его будем обжаловать в предусмотренной законном сроке. И я думаю, что, в общем-то, это решение должно быть пересмотрено, потому что в том виде, в котором оно существует, оно не может существовать, и мы постараемся доказать. Но в рамках этого дела вчера, значит, были представлены доказательства юристами ПСП Серик. Для того, чтобы вот уже вынудить суд вынести решение в свою пользу, он приложил сриншот приватной переписки его с Аскаром Рашидовичем Архматулиным. Я не знаю, кто это, но говорят, что это государственный служащий, что-то он связан с инспекцией, не то. В общем-то, мы спросили, кто это такой. Нам юрист сказал, что он работает сейчас, по-моему, в Министерстве юстиции, что ли, он сказал. Ну, я не знаю, кто он был, значит, на тот момент, но вот переписка, которая ответила на многие вопросы, почему так долго и так трудно решался этот вопрос, казалось бы очевидный. Он находится в материалах дела, эта переписка находится в материалах дела, в первом томе, 88-я страница. Мы официально этот документ получили, мы сейчас отправим его в антикоррупционный комитет, мы отправим в Генеральную прокуратуру. Мы хотим, чтобы этой приписке, которую представил ПСП Серик в качестве доказательства, точнее, Серик Роланович, значит, вот она, следующего содержания. Оскар Рашидович Рахмитулин пишет ему, САКЕ, там стоял вопрос о неисполнении предписания наложения штрафа в суде. Там руководитель от Ираусской инспекции боялся, что его уволят за то, что он дал согласование. То есть мы сейчас говорим о том, что согласование, которое ему дали задним числом, весьма странное. Вот мы на всех процессах об этом говорили. Вот нам подтверждает, что сам руководитель, который дал это согласование, боится, боится теперь, что его уволят за то, что он дал это согласование. По договоренности с руководством комитета я согласился, чтобы вы подписали уведомление. Но там был совсем другой вопрос, неисполнение предписания. В этом акте от 10 июля инспекция зашла по новой жалобе Румянцевой. То есть Румянцева, Копняева продолжали писать, а ему кто-то помогал от этого всего уходить. Вот я поняла, сказал Рашидович Рахметуллин в том числе, где комитет уже не смог проконтролировать новую проверку. То есть, понимаете, вот он оправдывается перед ним, отчитывается. Саке, я и сейчас не могу на 100% гарантировать, что они отзовут. То есть, по-видимому, Саке требует о том, чтобы эту проверку отозвали. А он говорит, не могу на 100% гарантировать, вы понимаете, да? Председатель наказан и теперь боится. Я всегда с вами, по согласованию, первоначально ко мне вопросов не было. То есть, он говорит, ну я вам помог, все, первоначально-то вопросов не было. Я предпринимаю все, что возможно. Я же прошу вас выйти на председателя комитета. То есть, вот он говорит, я отработал свое, теперь выйдите на председателя комитета. Вы понимаете, да? И этот человек, вот Серик Роланович Мергалиев, еще пытается каким-то образом говорить о том, что Акимат, там что-то незаконно действует. Это вот прямо открытая коррупционная составляющая, по которой говорят о том, что не могут контролировать жалобы и проверки, которые инсценируются по жалобе Румянцевой. Что вот я сделал все, что мог. То есть, не по закону, а все, что он мог. Вот интересно, что он мог спросить у вас, как Рашидович Рахматуллин, не можем. Ну вот, значит, я все сделал, что мог. Теперь иди, пожалуйста, вот еще и на председателя комитета выйди, он там решит. Вот я считаю, что это вот просто коррупция чистейшей воды. И я еще раз говорю, что мы обратимся сейчас. Это, в общем-то, находится в материалах дела. Это нами официально получено. Мы подали расписку, что мы получили этот документ из суда, поскольку это одно из доказательств. То есть, Серик Роланович говорит, что это вот прямо самое наилучшее доказательство. И я считаю, что это не наилучшее доказательство его доводов, а это наилучшее доказательство коррупционной составляющей, которая существовала между САКЕ и некоторыми государственными органами, в некоторых лице, для того, чтобы получить желаемый результат. То есть, вот это как раз подтверждает все то, что почему мы можем выиграть процессы только иногда только в Верховном суде. Почему мы можем добиться чего-то только, когда по 5-6 раз пишем одно и то же в государственные органы. Вот такая вот история, Оскар. Я думаю, что будет продолжение. Я с радостью поделюсь. В настоящее время Акимат города Уральска предъявила иск, как я поняла, к СПК КЖАИК, по-моему, и, по-моему, к СЕРИКу или только к СПК КЖАИК, о возврате земли и сносе всего того, чего он там настроил. Поэтому ждите продолжения этой ситуации. Будет интересно. СПК КЖАИК СПК КЖАИК СПК КЖАИК СПК КЖАИК СПК КЖАИК СПК КЖАИК СПК КЖАИК